Так что что-то точно в этом. Теперь перейдем к нашей родной стране. Мне кажется, что вызов номер один сегодня для нашей страны – это полностью неадекватное руководство страны. Полностью, стопроцентно неадекватное. У нас были разные беды. Ну, там, значит, коррупция при Януковиче. Ну, там непрофессиональные и абсолютно бездарные, значит, и Ющенко. Потом, значит, коррупция и безобразие, значит, при Порошенко. Теперь мы получили президента, который вообще ни в чем ничего не понимает. Ну, кроме как бы того, как себя хорошо показать на телевидении. Вообще ничего не соображает. Значит, и это, называется, расцветают все цветы. Поэтому рекомендованное, значит, грантовскими структурами руководители таможни и чего там еще, Днефедов, мы все уже выучили эту фамилию Днефедова. Второго парня – это из налоговой службы. Налоговая. Забываю его фамилию. Ну, неважно. Но это ребята, которые как бы из той команды. Запад их обучал как бы жизни. Вот они оказались как бы не просто ничтожественными, профессиональными, а еще и ворами, которые как бы угробили все возможности этой таможни, и при этом поставили себе зарплату там в десятки раз больше, чем… Ну, и так далее. То есть, такое жалкое ничтожество, да? В моральном отношении это уж точно, про нефедово можно сказать. Ну, и в профессиональном тоже. Значит, это продолжается, значит, до сих пор уже при президенте, значит, нашем замечательном Зеленском. Значит, когда сейчас вот обсуждается тема, давайте назначим лица-премьера, значит, еще одно уклонное. Значит, у нас одного мало. Значит, это до какой степени маразма надо дойти над руководством страны, чтобы искать в фигуре по-своему интересную. Я вот лично с ним знаком. Вы еще знаком, говорите, Михаил Борисович? Я говорю о Саакашвиле. Ну, вот. Причем неплохо. У меня неделю по его приглашению там был небольшой компанией. Значит, людей мы провели, изучали эти реформы, рассказывал очень. В этой всей компании, что-то была небольшая, человек сейчас был нацелесим. Значит, остальные все были сторонниками Саакашвиле. Саакашвиле. А я так скептически к этому, к его реформам относился. И он очень хотел, чтобы именно я тоже стал его поклонником. Поэтому уделял мне особое внимание. Так что я прекрасно понимаю, как бы, структуру личности. Значит, на меня хорошее впечатление, там произвели некоторые, как бы, его люди, его команды. Например, вот эта Экас Гуладзе, которая потом у нас была, значит, министром внутренних дел. И, кажется, покинула нашу страну с чемоданом долларов. Ну, то что-то ее там задержали. Для меня очень странно. Она на меня произвела очень хорошее впечатление. Она очень убедительно рассказала, как она проводила реформу, что для этого и так далее. Вот. Но поскольку там была возможность разговаривать с разными людьми, то я, конечно, понимал, что сделано, какая цена этого. Что означает борьба с коррупцией, когда на низовом уровне очень эффективна она. Ну, я не знаю, рассказывать я не буду. Я хочу сказать, что в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, нам не хватает только Саакашвиле. Значит, это такой предельный вариант, значит, непонимания того, с чем столкнулась страна, что не хватает еще одного экспериментатора, который, значит, будет морочить голову тут. Ну, может быть, Зеленский считает, что у него не получается как-то договориться с Минградным валютным фондом. А вот у него получится, ну, я не думаю, что у него получится больше, чем на самом деле хочет Международный валютный фонд. Мне кажется, что вот, когда президент подпишет этот, проголосует, когда там, на следующей неделе, да, вот этот закон антиколомойский, условно, да, и президент его тут же подпишет, то Международный валютный фонд выделит нам деньги, да. Просто то, что он выделит, это не решает наши проблемы, это все их на месте понимают прекрасно, учитывая то, что у нас совершенно не решен вопрос пока с реструктуризацией абсолютно дикого долга. На этот год 17 миллиардов долларов мы должны отдать. Ясно, что не можем, но будут как-то реструктурировать. То, что мы получим, не покроет даже части того, что мы должны отдать. Это для меня нет сомнений. Но все равно получим. И как-то, ну, наверное, избежим дефолта, избежим дефолта. Но я не могу. Если раньше, вот еще там, не знаю, полгода назад, или там 4 месяца назад, до всей этой истории с коронавирусом, я еще каждый раз, говоря о нашей власти новой, говорил, что я хочу оставить им шанс. Ну, хочется все-таки. Ну, может, у нас варианты? Какие у нас варианты? Пусть вообще спокойнее жить, когда ты оставляешь шансы, руководству страны, как-то выпутываться из этих сложных положений. Сейчас у меня нет такого, таких возможностей, понимаете? Ну, вот я приведу один пример. Вот если вы видели, значит, какой план выхода из карантина. Ну, там изложены пункты выхода из карантина. Значит, я сейчас детально не буду об этом рассказывать, потому что это займет много времени. Но я просто хочу сказать, что как человек с образованием физико-теоретика, я думаю, что для любого инженера не обязательно физико-теоретика. Понятно, что то, что там написано, это чистый бред. Абсолютно некомпетентный бред. То есть, когда формулируются условия, совершенно бессмысленно. То есть, по этим условиям я только могу сказать, что если следовать этим условиям, то, например, в Соединенных Штатах Америки, где выполняются вот эти условия сегодня, надо полностью снять карантина. То есть, надо быть полными идиотами, которые вообще не соображают, что они говорят. Они какие-то цифры где-то услышали. Значит, кто-то должен быть в окружении министра здравоохранения или там в администрации президента. Они все повторяют один и тот же бред. Ну, касающийся того, что у нас не увеличивается количество больше, чем на какой-то процент, при этом не говоря о том, процент относительно чего. Вот в Соединенных Штатах не увеличивается. Уже, между прочим, две недели не увеличивается. И огромное количество людей умирает каждый день. Тысячи. То есть, это что? Это что? Повод снять? Трамп говорит, вот снимем. То есть, он ничего не снимает и не снимет. Потому что тысячи людей погибают. И тысячи, тысячи, десятки тысяч увеличивается количество зараженных. Еще раз хочу сказать. Если следовать рецептам, которые сформулировала Министерство здравоохранения, повторяет администрация президента, офис президента, это означает, что может быть ситуация такая, как в Соединенных Штатах, и надо снимать все ограничения. То есть, я в отношении коронавируса вообще сторонник перебдеть. Я понимаю, что с экономикой скверно, есть большие проблемы. Но я считаю, что приоритетом должно быть спасение жизни людей. И в этом смысле мы находимся в очень таком, я бы сказал, минимум драматическом положении. Значит, у нас руководит страной человек, который вообще, я еще раз хочу, я настаиваю на том, что он, что не возьми, какую тему не возьми, он ничего в ней не понимает. Ну, кроме, опять же, театрального действия. Ничего не понимает. И получается, что он окружает себя людьми, которые либо мало что понимают, либо тоже, как и у них, ни черта не понимают. При том, что стиль работы такой, что они слушают, что скажет президент. А что он может сказать, если он не понимает? Он не может принять решение, если он не понимает совсем. Могло быть так. Я думаю, что, между прочим, Коломойский, который фактически сделал нам Зеленского, а он очень много понимает. Очень много. Во всяком случае, в бизнесе, в экономике, очень хорошо понимает. Он, видимо, рассчитывал, что он, значит, как-то поможет этому человеку какими-то советами или какими-то людьми и так далее. Ну, вот пока у нас такая ситуация. При том, что процесс дискредитации начинается как бы с низ. То есть, когда отношение к правительству и Верховный Радик с каждым новым опросом существенно ухудшается. Отношений к президенту пока нет. Ну, уменьшилось на позорение там со вторым туром выборов, да. Но все равно он высокое. А к правительству, вот поменялось правительство все равно, да, существенно падает. Это, ну, ясно, что так долго продолжаться не может. Ясно же, что человек, который несет ответственность, он, как бы, этих людей предлагает, он назначает. Значит, он понесет ответственность. И вот тогда у нас вообще мы оказываемся в положении полностью, как бы, хаотическом. Значит, что мы станем свидетелями, особенно если еще Саакашвили все-таки назначат. Я надеюсь, что, может быть, без этого обойдется. Там не все готовы голосовать, пока еще нет большинства. Но, кстати, я так понимаю, что Юлия Владимировна, в принципе, поддержала бы это назначение. У них хорошее отношение с... Я про Тимошенко говорю, как естественно. Но я думаю, она точно понимает, что это, ну, как бы, по принципу, чем хуже, тем лучше. Если оппозиция говорит, хорошо, давайте поддерживаем. Вот Лукаш говорит, о, хорошая идея, мне нравится, давайте сюда Саакашвили. Ясно, что по принципу, чем хуже, тем лучше. Но я никогда этот принцип не исповедовал. Я считаю, что при всех обстоятельствах надо стараться все-таки делать, чтобы было не так плохо, как может быть. Поэтому это опасное назначение, если оно состоится. Так что у нас одна главная проблема – это неадекватность руководства страны. В принципе, ресурсов у нас немного, но все-таки как бы не катастрофическая ситуация в смысле ресурсов и возможностей. Меняемое руководство могло бы остановиться и не допустить катастрофу. Вот поэтому и с этим, я считаю, что главный вызов – это то, что это руководство ведет нас к катастрофе и совершенно непонятно, кто может это остановить. Но что касается… Я понимаю, когда я говорю, что неадекватно, я говорю, что нет приоритета. Вот если понятно, что мы не можем рассчитывать на реализацию своих экономического роста за счет того-то, значит, надо искать способ, за счет чего может. И, исходя из этого, принимать решение для спасения страны. Если мы не можем себе позволить столько денег тратить на армию, значит, надо исходить из этого и соответствующее решение принимать. А президент выходит, кстати, к Шостову и говорит, ну, мы, значит, оттуда уйдут незаконные вооруженные фронирования, мы зайдем, потом мы получим границу, потом проведем выборы. Это его как бы позиция, да? Ну, так и хочется сказать, ну, если вежливо урожаться, значит, он или не понимает, что это невозможно. Когда он совершенный, полный идиот, или он понимает, ну, просто болтает языком, почем зря, чтобы не вызывать, окажется, это единственная его мотивация, не вызывать сопротивление у активной части меньшинства. Вот активный. А может быть, извините, перебивай, Михаил Борисович, он что-то знает, чего не знаем мы, потому что ведь все-таки обмены пленными происходят. И, ну, вы лучше меня знаете, что Россия не та страна, которая вот просто так вот из любви к человеку, из любви, из жалости к пленным людям будет этим заниматься. Вот я никоим образом, я сразу говорю, что я вот выношу этот гуманитарный аспект. То, что он необходим, вообще не обсуждается. Это понятно, это важно. Но здесь ведь, кроме человеческого отношения к ситуации, есть вот этот циничный политический, а политический, он, как правило, всегда циничный. В обмен на что? Что происходит? Может, мы не знаем о каких-то переговорных процессах, которые идут просто за нашей спиной, и они, может быть, продвигаются достаточно успешно. Я, конечно, не знаю. Я представляю, что кто-то слушает нас, да, и услышал от вас слова, что представьте себе, что Россия там пойдет на какую-то там... Вы вообще Достоевскую читали? Достоевскую, да? Нет, ну, конечно, да, да, да. Ну, вот как бы, что, в чем сущность русской души. Но это я к тому, что те, кто нас будут слушать, сказать, ну, все, теперь можно пойти к следующей теме. Раз я обратил на это внимание, все нормально. Значит, вообще-то, я внимательно слежу за российско-украинско-российско-узбекско-российско-казахстанскому, всеми между Москвой и бывшими республиками. Я могу сказать, что в каждом случае, я не знаю ни одного исключения, Россия что-то делает и получает в ответ ничего. То есть, с одной стороны, значит, ну, как же, это же наши братья, надо помогать, и поэтому там Казахстан, ну, там, а он как бы отменяет, значит, кирилляцию, значит, и так далее. То есть, за какую тему вы не возьмете, какую республику не возьмете, значит, Россия ничего не получает, но в ответ получает то, что получила в Украине, примерно. То есть, когда Украина стала плацдармом антироссийского, антироссийской политики, сейчас вы можете сказать, ну, потому что Крым, или потому что, значит, не потому, потому что этот плацдарм нужен сильным мира сего, и они его, помогли его организовать. Но не важно. Важно просто, что это я отреагировал на эти слова. Значит, я думаю, что обмен, если говорить цинично, действительно, как вы к этому склоняете нас, да, значит, то... Я бы хотела говорить не цинично, но политика, она другая. Я хочу сказать так, что я думаю, Москва заинтересована в том, чтобы французам и немцам показывать, что она готова идти. Мне кажется, что это главное. Потому что, вообще говоря, ну, если эмоционально подходить к сегодняшнему отношению Москвы и Киева, то я вообще считаю, что после того, что уже наговорил, наш президент, с позволенияю сказать, значит, вообще с ним разговаривать бессмысленно. Ну, бессмысленно. Ну, Москва не должна с ним разговаривать. Точно так же, как с какого-то момента Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко. Ну, невозможно. Он перешел, как бы, целый ряд всяких красных линий. Не буду здесь вспомнить. И все это прекрасно знают. Рассказывал, что украинские войска, значит, украинский фронт освободил, значит, и все такое, значит, освенцы, что Россия несет ответственность за Холокост. Такого еще не додумывались, даже самые, самые серьезные враги, как бы, России на Западе или где-то, значит, но человек ляпает языком, значит, человек абсолютно безответственный. Он подписывает какие-то вещи. Ну, вот, например, он хочет следующей встречи в нормандском фронте. Значит, есть целый ряд пунктов, там семь штук, кажется, которые согласовали, и он подписался. Но есть такой пункт, значит, имплементация формулы Штейнмайера. Ну, прошло уже сколько там, четыре месяца, и ни одного шага для имплементации формулы Штейнмайера не только не сделано, но даже президент регулярно повторяет, что он и не будет его делать. Не будет делать, потому что вот то, что он сказал Шустеру, как раз говорит о том, что он не собирается. Ну, как с тобой встречаться? Ну, вообще, о чем с тобой можно после этого разговаривать? Сколько раз нужно договориться, а потом увидеть, что ты через полчаса начинаешь, ну, например, договорились представители президентов до встречи в Париже договорились о том, что они будут составлять программу разведения сил и средств по всей линии противостояния. Договорились. после того, в самом Париже Зеленский говорит, не, я не могу на это пойти. Только в трех точках. Потом идет какой-то стрим с Аваковым, который туда зачем-то приехал, который говорит, да, мы не можем. Это не в наших интересах разводить по всей линии противостояния. Поэтому только три точки. Ну, как? Ты кто? Вообще с кем надо договориться? С Аваковым надо может договариваться, а не с тобой. Значит, человек перешел как бы в категорию таких людей, с которыми бессмысленно вести переговоры. Поэтому я думаю, что с точки зрения политики, наверное, вот такой циничной политики, наверное, Путин будет брать трубку. Я так думаю. Но с точки зрения, я бы сказал, морально-этической, с ним не о чем разговаривать. С нашим президентом не о чем разговаривать. Значит, он никто, звать его никак, выполнить обещания никакие не может. Вступиться за своего товарища, которого затоптали националисты, я имею в виду всего, не может. Договорился с Ермаком. Это же не Ермак сам как бы без разрешения Зеленского там согласовал и подписал, чтобы создаем консультативную группу представителей гражданского общества с двух сторон. А потом топчут уже как бы не реально, а виртуально и только публично топчут Ермака не допустить вот этого создания консультативного света при контактной группе. Вообще ничего не решающее. Ничего. Что президент хоть раз сказал, это моя позиция. Я считаю, что это нужно сделать. Тем более, что оно вообще ни на что. молчит себе, потому что трус. Ну, жалкий трус. Вот у меня просто нет других слов для нашего земли. Я за него голосовал. И я испытывал глубокое сожаление. я понимал тогда, что он все равно будет возникнуть. Но зачем я брал на себя ответственность поставить галочку против него. Вот это было... Я не так часто так поступаю. В этом смысле это моя проблема.